23 октября по праву считается днем рождения пластической хирургии, так как именно в этот день, в 1814 году, британский хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. Если вы смотрели рубрику «День в истории», вы обязательно уже про это знаете. Это была операция по восстановлению поврежденного носа, ринопластика. Сейчас исправить вообще можно все, что угодно. Чем и пользуются жители нашей планеты, какие же процедуры сейчас в моде, давайте узнаем у гостя. У нас в студии Анна Бурми, стравопластический хирург, действительный член Российского общества пластических реконструктивных хирургов. Такое длинное название. Да, длинное название. Анна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Подскажите тогда, пожалуйста, вот какие сейчас операции популярны, насколько они популярны, на какую часть тела они ориентированы? Доброе утро. Сейчас общая тенденция развития социальных сетей заставляет пациента обращать внимание в основном на свое лицо, то есть фотографии. Это все возрастные изменения связаны с появлением складок морщин на лице, а также появление кругов, синяков под глазами, появление нависшего верхнего века и опущение ткани лица. Вот основные тенденции. Ну и, конечно же, вторая наиболее популярная операция в современной пластической хирургии – это пластика груди. Причем курс на естественность и натурализм сейчас превалирует. Наконец-то. Поэтому, да. Сказал мужской глаз такой. Я горд. Женщина всего лишь хочет восстановить утраченные форму и объем молочной железы в процессе беременности и кормления грудью. Так, и с какого же возраста можно начинать пользоваться этими? Да, есть ли какие-то ранние хирургические вмешательства или как это называется? Да, я хочу упомянуть, что действительно сейчас помолодел возраст пластической хирургии. Причем пациенты стали обращаться очень в раннем периоде. Опять-таки, видимо, связаны с наличием публичности, может быть, рабочего места и так далее. Вот, поэтому сейчас появились малотравматичные операции. То есть от современного пластического хирурга сейчас требуют совладения не только общими хирургическими вмешательствами, но и малотравматичными оперативными вмешательствами, которые требуют короткого периода реабилитации. А вот что это за процедуры, которые, да, такие наиболее безопасные? Это сочетанные процедуры. Это может быть и инъекционная контурная пластика лица филерами, естественно, лицензированные на территории Российской Федерации. Это может быть малотравматические нитевые лифтинги лица. Так же, как и верхняя блефропластика, в принципе, вот все операции, длящиеся не более получаса, они все требуют короткого периода реабилитации. Девушкам это наверняка может быть интересно. Подожди, чего девушкам? Мужчинам тоже. Вот я, например, хочу получить консультацию. Ну, вот что-то подправить себе там в своем и так идеальном лице. Заболируйте, я его попросу. Где мне получить эту консультацию? Консультацию вы можете получить по адресу улица Татьяничевой, 14 Б, медицинский центр Кармель. Причем, если вы назовете слово ОТВ, консультация для вас будет совершенно бесплатной. ОТВ, ОТВ правильный. Катя, следующий эфир, часть эфира ты доведешь сама. Ты думаешь, мне кажется, мы вдвоем туда пойдем. Сейчас узнаем. Скажите, пожалуйста, насколько это дорогое удовольствие? Все операции и все малоинвазивные методы предусмотрены любой ценовой класс. То есть можно выбрать себе, да? Вы сами выбираете абсолютно точно, на какой период. Причем это можно делать последовательно, абсолютно не в один раз. А можно хотя бы примерно сказать, от какой суммы начинается цена? Мне, как утреннему человеку, скажите, вот, например, там синячки под глазами подправить? Синячки от 25 тысяч стоимость операции, вот, по удалению грыжни дневовека, по крайней мере. Так, в общем, я еще остаюсь на пару эфиров. Подзаработаешь, а потом синячки подуберешь. А вот скажите, вообще тенденция есть такая, что уже достаточно большой поток мужчин, например, приходит за консультацию? Что делает мужчина? Счастье у меня большое количество мужчин, которые хотят просто, опять-таки, улучшить внешний вид. И чаще всего это единственная ликвидация отеков и синяков под глазами и ликвидация нависшего верхнего века, о чем мы и говорили. Данил и спросил. Спасибо большое, Анна Владимировна. Мы хотим напомнить, что у нас в гостях была Анна Бурмистрова, пластический хирург, действительный член российского общества пластических реконструктивных хирургов. Вот, ну, если вы хотите сфотографироваться и нужно это сделать где-то красиво, например, в путешествии, туда-то нужно отправиться. И собрать чемодан. Обязательно. А как это сделать, вы узнаете из нашей рубрики «Идеи для жизни».